Данила, привет! Нет. Так, 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 так. Ты подсказываешь-то ему, зачем? Да, он все лучше. Нет, ты говоришь. Я думаю, почему нет? Так. Так, хорошо, вот так. А, ну, сразу понятно, да? Нет. Даже вот так? Нет. Ну да, это же... Да? Что? Поезд? Это окно, Данила, спасибо большое. Отличная игра. Отличная игра. У меня, кстати, сегодня тоже будет новость, которая будет связана с игрой, ну, которую можно вот так вот точно так же на ходу как-то придумать и развлекаться в скучных компаниях, но об этом чуть позже, потому что сначала у нас Яндекс и его топ за прошедшую неделю, что искали тюменцы, жители Тюменской области. Первое место. Да, первое место это Путин про пенсии. Ну, понятное дело, не часто у нас президент обращается к нации, да, мы можем только вспомнить Новый год, ну, или там какие-то события, ну, такие достаточно важные, которые касаются абсолютно всех. Не все могли посмотреть, потому что дело было днем, в рабочий день, там, по-моему, в два часа начиналась трансляция. Поэтому все винулись в интернет, да, начали все это дело слушать, ну, и молодец он, конечно, и те люди, которые искали подробности по этому поводу, тоже, конечно, молодцы. 91 балл получил вот этот вот запрос. Ну, на втором месте 77 баллов у нас День знаний, вот, я понимаю... Картиночки снова искали, да? Картиночки, стишочки, потому что все эти чатики родительские были забиты вот этими поздравлениями, там даже отдельно просили учителя, давайте остановимся, хватит, потому что видео, гифки, там, еще что-то, давайте вот уже не будем. Вот, ну и плюс ко всему, была же такая информация, что у кого-то будет линейка 1 сентября. Да, вот это первое, да, наверняка это тоже искали. Ну, как это можно было найти в интернете, это, опять же, надо было искать в родительских чатиках. Ну, поиск какой-то... В мостях мы рассказывали. А, мы рассказывали, отлично, вот, я почему-то не проследил. На третьем месте 72 балла получил запрос премьера фильма «Гоголь. Страшная месть». Я не знаю, видели ли вы предыдущие? Я не видел. Я не следила, да, но у меня вот сестра, она просто в восторге. Хотя Данила советовал, я помню, пока не добрался. Я первую часть смотрел, к сожалению, вторую так и не посмотрел, а третью не имеет смысла смотреть, если ты... Подожди, ты всем посоветовал посмотреть первую часть, сам не стал смотреть продолжение? Да-да, ну, нет, я не не стал, я очень хочу, потому что мне понравилось. Там очень много параллелей с фильмом «Сонная лощина» с Джонни Деппом, потому что там цвета такие, музыка вообще чуть ли не из Шерлока стащили. И самое главное, в первой части «Меньшиков», он прекрасный. Вот во второй части его, я знаю, не было. Его редко видим, но здесь появился. Да, и в третью он, кстати, возвращается. Комбэк. Да, кому-кому это понравилось, тот обязательно посмотрит, вот, я думаю, оценит. Итак, что касается новости от меня. Личная, давай. Твиттер, штука удивительная. Там периодически появляются какие-то глупости, которые люди начинают как-то развивать, накидывать, и это все превращается в какую-то полномасштабную акцию. И вот кому-то пришло в голову вспомнить о самых нелепых травмах, которые кто-либо из твиттерян получал. И что, собственно, началось? А вот начали люди перечислять вот эти самые... То есть такие потенциальные претенденты списка Дарвина. Да-да-да-да. Но до конца не дошли. Например, сидела за компом, резко встала и от этого лопнула селезенка. Еле откачали в больнице, в итоге гигантский шрам на животе. Врачи сказали первый раз в их практике, чтобы селезенка лопалась от такой ерунды. От того, что резко встал. Да. Надевала колготки... Вот Кристина, может быть, поймет. Надевала колготки, упала на пол трещина в руке. Ну, тут тоже, наверное, да, нелепо. Нет. Дальше пошел целый список. Чихая ударилась скулой о смеситель. Порезала руку о полотенце. Порезала руку о кусок сыра. Я не знаю. Кусок сыра! Рыба... Это был парамезан тот еще. Рыба... Да, такой старый, да. Рыба укусила меня за ногу. Потом... Вот это было очень смешно. Два года назад разрезал себе внутреннюю сторону щеки, затвердевшей на ложке макарониной. То есть макаронины... Может, она не сварилась, я не знаю. Может, что-то перепутал человек. Она засохла, а на ложке ее не помыли. Ну, насколько можно было, да, засохнуть. Ну, и вот это вообще в топе у меня. Я порезался о замерзшую мякоть арбуза под мышкой. Я себе примерно это представляю так. Огромный холодильник. Как это у меня, Кристина? В холодильнике стоит тарелка с давным-давно забытым там арбузом. Скорее всего, значит, заморозка какая-то супер включена. Ну, это было морозилка, да. Да, да, да. И человек просто тянется там, не знаю, за каким-нибудь куском мяса. И в этот момент он... Слушай, неплохой холодильник, если в него можно вытянуть руку. Да, да, да. Остается только позавидовать человеку. Потом, конечно, начали вспоминать в детстве какие-то травмы. И вот, знаете, я на этом моменте просто понял, что это отличная идея для развлекаловки в какой-нибудь скучной компании. Вот мы с кем-то из коллег, я уже точно не помню с кем, по-моему, с Андреем Сапегиным, как-то мерились шрамами. Вот, у кого больше? Кто больше, в общем, получил вот эти... И что, кто выиграл? Я не помню, но мы... Сколько сантиметров тебе? Шрамов. Ну, самый маленький или самый большой? Большой. Самый большой, ну, не знаю, сантиметров, наверное, семь. Как-то вот так вот. Сантиметр упал. Я просто вспоминал, да, какие-то вот нелепые такие травмы, которые я получал, и вспомнил. У меня в квартире был ремонт, все спальные места, они как-то были, ну, заняты, там, в общем, семья не жила в этот момент. Вот, а я пришел и не стал, в общем, себе там готовить спальное место и рухнул просто вот на какую-то кучу вещей. В связи с этим спал очень неудобно. Отлежал руку настолько, что я не мог ей шевелить две недели. Две недели? Две недели у меня просто вот так вот, вот эта вот рука болталась. Знаете, как это было страшно, когда ты просыпаешься, и ты не можешь ничего сделать с рукой, она просто у тебя болтается? Я знаю, Данила, у меня такое было с ногой. Ребята, ну что? Давайте мериться, да. Было в детстве. Девять твою очередь, рассказывай. У меня не таких историй, честно. Вообще никаких? Ну, я в детстве там падала. Скучное детство у тебя было. Вот меня папа прокатил на санках, и что? И, конечно, закрытый вывих шеи, три дня в больнице. Вот это вот. Неплохо, слушай, прокатил, неплохо. Я была очень осторожным ребенком. Ну, слушай, остается тебе, наверное, только позавидовать. Я не думал, что такие люди существуют, но вот теперь я вижу, что ты такая есть. Ну, я думаю, пора заканчивать. Пора заканчивать. Мы пугаем уже наших телезрителей. Данила, тебе огромное спасибо. Вам спасибо большое. Как всегда было интересно, весело. Приходи еще. Пока. Ждем в пятницу. Обязательно.